приветствую всех на своем канале меня зовут дядя митя и мы сейчас находимся в воронежском зоопарке у нас можно посмотреть также видео про липецкий зоопарк и сравнить что лучше мы зашли в парк авиастроителей здесь сделали недавно платный проход потому что люди сюда заходили гуляли и кормили животных ходим теперь в основной зоопарк где он находится на территории вот после этой двери входа соблюдаем дистанция а также аквариум довольно таки с интересной экзотической рыбы где вы можете дальше прийти и посмотреть полюбоваться как они придут потому что здесь находятся вольеры на открытой территории после чего здесь сделали именно платное чтобы люди не кормили чем не попаде животных если не смотрели просто так бесплатно также этот зоопарк терпел бедствие когда была пандемия здесь много животных страдали от голода и просили местных жителей спасти их чтобы что-то кто-то привез корм там пропитание денег дали в конце концов смотрели сейчас аквариум с рыбами довольно таки интересно и теперь заходим смотрите как тут хорошо видно теперь обезьянка он там чистится и сейчас здесь проход открыли наконец-то закончился этот запрет на выход на улицу что я могу сравнить да с липецком например то что здесь более-менее хоть как-то видно животных здесь нету двойной преграды то что вы можете посмотреть на животное что-то не шевелится совсем а у ножка шевелится смотрите здесь очень много растений довольно таких декоративных которые находятся вокруг помимо животных можно еще посмотреть и растений они находятся и наверху с одной стороны и с другой стороны находится а также очень большой выбор животных млекопитающих очень интересно пойти посмотреть по сравнению с липецком здесь уходит получаешь именно моральное удовлетворение пришел и смотришь именно животных их видно во первых ничего но стекла отсвечивать но они не сильно отсвечивают так как здесь сделано то что ты находишься под крышей довольно таки классно все таки то что можно зайти переход чисто зоопарк тут стал местные жители конечно ругаются что мы привыкли здесь сокращать дорогу в аптеку там в поликлинику ходили а сейчас пройти они здесь не могут ну что сделать это зоопарк ребята надо быть все таки более-менее адекватными потому что это зоопарк так я я не видел ни одного зоопарка где можно пройти просто бесплатно посмотреть живот я зашли в комнату где находится в полу и бабочки большой выбор сейчас посмотреть их если вы боитесь тараканов пауков в этот зал лучше не заходить потому что здесь такие пауки страшные ужас просто берет и как бы администрация парка сказала если бы люди бы не кормили бы животных мы бы не закрывали этот парк когда мы как не придешь зоопарк не ешь таких бодрых энергичных зверей то что и вот это минус конечно хочется конечно посмотреть как они бегают веселятся играются но тут приходишь всегда они какие-то уставшие все время спят вот единственный минус зоопарка зашли еще в зал птиц так тут шумно ребят тут даже можно не комментировать ничего вы сами видите здесь все животные находятся видимости то что ты можешь их увидеть хотя бы здесь довольно таки комфортно находиться не печет солнце потому что крыша над головой тоже большой плюс по сравнению опять же с липичный зоопарк а так конечно как провести свой выходной день я считаю это самое удачное место тем более белье стоит всего 150 рублей я считаю это сейчас уже не деньги на 150 рублей я не знаю что можно купить даже литр пива не купишь ну ничего не кожа килограмм конфет даже килограмм конфет не купишь когда шли в зал экзотических растений где можно посмотреть южные деревья а вот кстати тещин букет называется он ядовитый можно тещу подарить и она плохо будет короче а также южные растения которые мы наблюдали на юге картос вот такое дерево это у меня там и и и и и и и и вот он и 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 да но мы уже старенькие прям старенький старенький совсем Он еще, знаешь, здесь сидел, тут раньше были вольеры метр на метр, и он там в округе круги нарезал, когда я был в последний раз. А сейчас ему видишь, свободу дали, то, что можно ходить. Большой плюс нашего зоопарка от Ипицкого, что у них довольно большие вольеры. Согласись, ему хотя бы где-то есть возможность побегать. Ну да, у нас тут, видишь, сделали территорию, посмотрите, территория довольно-таки огромная, тут сделают в парке. У него есть бассейн небольшой, у него есть вольер, где он может походить, место, где он может спать, домик у него. Хищные рыси. Видишь? Сейчас мы подошли, тут небольшая такая экспозиция ранчо. Здесь парнокопытные животные у нас, это верблюд, который лежит, отдыхает и греется на солнышке. Также лошади, которые стоят в тенечке. И пони. Там еще лама. Лама, да, находится где-то там вдалеке. Очень сильно понравился. Даже сильнее, чем в Липецке, потому что здесь можно было разглядеть животных. Как они выглядят, как они смотрятся. Потому что, когда мы находились в Липецком зоопарке, их не было видно. Они были спрятаны там за решетками, за стеклами, где было отражение. Идешь, солнце палит, просто невозможно находиться. А здесь сделан и парк красивый, в котором вы можете погулять. Также можно с детьми прийти. То, что тут есть какие-то горки, я где-то видел, находятся в этом парке. Аттракционы. Аттракционы находятся. Но сейчас, к сожалению, не работают. А так вполне, мне кажется, заслуженный зоопарк. Может, пару-тройку животных еще добавить и все. А так, мне кажется, классно. Можно посидеть. Все, классно сделано. Парк, зоопарк, мне кажется, просто... Кому понравилось мое видео, не забывайте ставить лайки. А также пройдите по ссылочкам внизу и посмотрите про Липецкий зоопарк. И сделайте свое мнение. Всем удачи и пока. Меня зовут дядя Митя и ее Юля. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok